Приветствую вас, братья и сёстры. То, где находятся, на каком месте, в своём доме, либо не в своём, возле экрана монитора, либо возле своего телефона. Все мы находимся духовно вместе, в одном единении, в одном единстве, в одном духе, я так надеюсь, я так желаю. Знаете, сегодня, пробую сегодня, хочу назвать «Если ты не или я, или духовная математика». Такое интересное название. Но начну я с такого, наверное, грустных размышлений, которые недавно у меня были. У меня довольно много друзей и знакомых, которые уехали уже за границу, либо постоянно эмигрировали, либо в рабочую эмиграцию. Я поймал, когда очередной знакомый недавно узнал, что снова уехали, я поймал себя на мысли, что если буквально пару лет назад я даже не задумывался об этом, чтобы куда-то уехать, для меня эта мысль была абсолютно неприемлема. Мне нравится моя страна, мне нравятся люди, среди которых я живу. то сейчас я задумывался над тем, что она уже не настолько неприемлема. Я начал раздумывать, а почему так случилось, что же поменялось во мне или что-то, может быть, поменялось вокруг. Но основная причина, по которой изменилось мое мнение, наверное, было то, что я подумал, что я мало что могу изменить в том, что меня окружает. Я не какой-то влиятельный человек. Круг моего общения составляет 10-20 человек, может быть, постоянно. Если считать платформу церкви, ну, еще 500 человек, на которые я могу как-то повлиять, возможно, которые видят мою жизнь. Я не какой-то чиновник, я не какой-то политик, я не какой-то влиятельный человек. Я обычный человек. Не какой-то инфлуенсер, знаете, который продвигает свое мнение в Ютубе или в Фейсбуке, или еще где-то, у которого миллион или тысяча хотя бы подписчиков, к мнению которого многие прислушиваются, и он влияет на их умы и разумы. Нет, такого не получается. Думаю, что же я могу поменять? Смысл тогда здесь находиться? Смысл тогда продолжать свою жизнь, если я все равно ничего не могу изменить? Такие грустные мысли были. Знаете, оно приходит, прошло в мое сердце другая мысль. Вспомни Илью. Хочу прочитать это Иакова 5 глава, 17-18 стих, все мы знаем это место, Иакова пишет, «Илья был человек, подобный нам, и молитвою помолился, чтобы не было дождя, и не было дождя на землю три года и шесть месяцев, и опять помолился, и небо дало дождь, и земля произрастила плод свой». Вспомни Илью. Илья был человек, подобный нам, но одна его молитва изменила все окружающие обстоятельства. Одна его молитва изменила жизнь всего царства израильского, который был в тот момент. На три с половиной года не было дождя. По одной его молитве пришел голод на ту землю. По одной его молитве люди узнали, что есть Бог в земле израильской, и это Бог живой и святой, которому они не служили. И по одной его молитве Бог вновь дал дождь на эту землю. И люди увидели, что есть Бог, которому они не служили, на котором они должны были служить. И вот этот человек, который остался верен Господу, Бог прислушивается к его словам. Одна молитва одного человека, и как много она поменяла в окружающих. Но много ли таких примеров в Библии есть? Знаете, я начал размышлять, думать, честно говоря, я нашел абсолютно немного примеров, когда один человек влиял очень сильно на окружающее пространство. Очень много людей влияли на умы других людей. Очень многие вели за собой, поднимали народы, выигрывали войны, но это несколько не то. Но немножко меньше примеров есть в Библии, когда люди влияли полностью на окружающее пространство, на весь мир, на всю землю. Вспомним Моисея, один из первых людей, которые мне приходят на ум. Когда он проводил, вывел израильский народ, Красное море раступилось перед ним. Вода – это природное явление, неподвластное человеку. Под силой Божьей, которая была дана Моисею, она раступилась перед ним, и весь израильский народ прошел посуху. Иисус Навин, который, когда воевал, в порыве воскликнул стой солнца над долину Гаваонскую, и оно стояло. По одному слову, по одному предложению, одному вострику этого человека, на котором был Дух Божий, остановилось солнце. И это было явление заметно по всему миру. Очень много мифов и легенд, которые описывают очень длинную ночь или очень длинный день в разных народах, в разных местах, которые подтверждают это действие. Один человек сказал одну фразу, и остановилась земля. Иезекия. Да, лично он ничего не сделал, но Бог даровал ему знамение. И опять же, солнце вернулось назад на сколько-то ступеней. Это было знамение очень великое, что потом к нему приходили послы из Вавилона и спрашивать о всем знамении, так написано. Они заметили это. Люди по всей земле видели это знамение и пришли к нему спросить, что это было такое. Еще есть пример Ильи и Елисея. Когда перед ними они взмахнули милостью, и раступился Иорданский поток, и они тоже перешли посуху. Сначала Илья, а потом обратно Елисей. Ну, еще один пример. Это Иисус. Как уже Саша говорил в первой проповеди, он сказал, запретил ветру, запретил волнам, и они прекратились. Прекратился шторм, и все, и была тишина, и остальные устрашились. Ну, знаете, как мне кажется, это довольно исчерпывающий список всех подобных чудес, которые были произнесены по воле человеческой, хотя и совершаемой волей и силой Божьей. Тот же самый Павел, который был великим и сильным апостолом. Когда он терпел кораблекрушение, и написано, что носился по волнам, их корабль 14 дней, он не встал и не запретил почему-то по каким-то причинам. Он носился вместе с этими людьми, которые были в корабле, вместе с ним. Он переживал это потрясение, он переживал это кораблекрушение, пережил его. Господь явил свои дела, Господь явил свои чудеса, но он не остановил бурю. Но что же делать, если я не Илья? Опять возникает этот вопрос. Если так мало людей, которые были и совершали такие великие действия, и чья жизнь, и чье действие, и чье воздействие на окружающую среду было настолько великим, их так мало описано в Библии, что могу я? Маленький, ничтожный человек. Возможно, более значимый в глазах других людей, но более мелкий в глазах других людей. Знаете, что я подумал? В первую очередь, я должен стараться быть Ильей. Когда Илью Господь возносил на небо, Илья сказал Елисею, проси, чего ты желаешь. Елисей мог пожелать абсолютно все, что угодно. Знаете, когда Господь являлся Соломону во сне, он также говорил, чего ты желаешь, и Соломон выбрал одно, это было угодно Господу. Так и Елисей мог пожелать чего угодно. Елисей, прежде чем его позвала Илья на служение, чтобы он служил ему, он был зажиточным человеком. У него было 12 пар валов, у него было поля, у него было хозяйство, у него было имущество. Он был абсолютно небедным человеком. Но он оставил все и пошел за Ильей. Он абсолютно спокойно мог пожелать, Илья, благослови меня, чтобы у меня снова было не меньше, чем у меня было, чтобы я был каким-то известным человеком, чтобы Бог меня благословил. Он мог пожелать все, что угодно. Но Илья пожелал единственного, чтобы дух, который на тебе, был на мне вдвойне. Ему не нужно было ничего другого. Он ходил с цельей, делил с ним все беды, все горести. Знаете, как описывался Илья в книге царств? «Волосатый, страшный человек, одетый в козью кожи». Ничего не скажешь сбоку, что это какой-то великий человек, это великий пророк. Не скажешь сбоку, что вот у него какой-то очень зажиточный человек, очень уважаемый человек. Волосатый человек, одетый в козью кожу. Но Елисею было достаточно того, что Бог был вместе с Ильей. Елисею было достаточно того, что Илья мог помолиться, и небо было закрыто. Илья мог помолиться, и небо вновь открылось. И Елисей хотел такого же, чтобы было в его сердце, в его жизни, чтобы помазание Господне почило на нем. И Господу было это угодно. Потому что Он даровал это помазание Елисею. И Елисей совершил еще многие чудесные, чудесные, великие дела для спасения Израиля и для совершения явления милости Господней и его чудес. Тот же самый Павел говорит не зря, «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Каждый из нас может считать себя абсолютно невеликим, слабым, немощным. Но в то же самое время у нас есть цель, куда мы должны стремиться. Мы должны желать иметь это помазание от Господа. Если мы не можем сказать, что да, я не Илья, я могу помолиться в любой момент, Господь закроет для меня небо, по моим словам. Но мы можем стремиться к тому, чтобы Господь даровал это помазание нам. Чтобы когда по воле Господне мы должны были помолиться, Бог закрывал небо, Бог открывал небо, Бог исцелял от болезней, Бог поднимал мертвых. Потому что это помазание Господне, которое действовало бы в нашей жизни через нас. Но если я только в процессе постижения вот этого помазания, если это желание у меня есть, но я еще его не достиг, что же мне делать? И знаете, тут приходит вот эта вот духовная математика. Как вы думаете, ответьте сами себе, сколько нужно человек, чтобы передвинуть или уничтожить гору? Это очень такой интересный вопрос, и ответ для него тоже очень интересный. От одного до бесконечности. По словам Христа написано, если вера ваша будет размером с горчичное зерно, вы можете сказать, горе, если поднимись и вергнись в море, и будет по словам вашим. Не просто сдвинься, о, ползень какой-то пройди, поднимись и вергнись в море. И будет по словам вашим, если будете иметь веру, как горчичное зерно. Но если даже этой веры не хватает, сколько нужно людей? Наверное, пропорционально тому, насколько наша вера меньше горчичного зерна, вот столько людей и необходимо. Есть такой пример, который очень меня коснулся. В Википедии даже есть статья об этом человеке. Жил такой индиец, фермер обычный, Дашрах Манджхи. В 60-х годах XX века у него умерла жена, потому что врач не смог к ней приехать вовремя. Потому что к соседнему городу, где жил врач, нужно было ехать по обездной дороге через горы. Это было около 70 километров. И он не смог приехать и оказать помощь. Жена у него умерла. И он положил в своем сердце и решил пробить проход через эти горы в одиночку. И 22 года каждый день с 60 по 82 год он трудился и пробивал этот проход. И он пробил этот проход. Проход длиной 110 метров. Небольшой в относительном выражении, но большой для этого человека. 9 метров шириной и 7 метров высотой. 22 года каждый день этот человек в одиночку долбил этот проход, долбил эти скалы, и он пробил их. В то же самое время ту же самую работу могли выполнить гораздо быстрее, гораздо эффективнее какая-то бригада взрывников горных или горнопроходческим щитом пройти, или еще каким-то способом. Можно было сделать и так. Но этот человек работал в одиночку. Ему некому было помочь. Но он сделал свою работу. Она была растянута во времени. Он не ждал ни от кого помощи, потому что он хотел сделать эту работу, чтобы больше никто не попал в такую же самую ситуацию, как попал он. В 2007 году он умер. И видел, как уже 20 лет его дорогой ходили люди. По тому тоннелю, который он проложил, проложили хорошую дорогу. Его имя увековечили. Во многих фильмах сняли, рассказах. Какую-то грамоту ему там дали. Назначили какую-то национальную награду дали. Но не ради этого же он работал. Знаете, есть такой стих у Франка. Каманери называется. Советую вам его пересчитать. И хотя он говорил больше о каких-то там политических ситуациях или еще как-то. Но там есть фраза «Лупайтесь у скалу». Не останавливаясь, несмотря на то, что скажут другие, что другие могут осуждать, что другие могут не понимать. Делайте это дело. И тогда вы увидите результат. Потому что вы делаете это дело не ради общественного одобрения, не ради того, что вас похвалят, оценят, а ради того, чтобы это дело было сделано и другим было хорошо. Иакова, 5 глава, 16 стих, 2 часть. «Много может усиленная молитва праведного». Есть такие горы в духовном мире, которым можно двигать очень долго. Которые, даже если соберутся люди, которые могут двигать горы, им нужно будет очень долго и очень много времени, чтобы их разрушить, передвинуть. Но есть Бог, который в Ветхом Завете, в Новом Завете говорит, «Я Бог, разрушающий горы и наполняющий долы». И то, что есть невозможным для человека, это не невозможно для Бога. Потому что Господь совершает свои дела и свои чудеса тогда, когда Ему угодно, тогда, когда Он считает нужным. Знаете, вот слово – это было ободрением моему сердцу. Недавно я увидел еще статью, которая еще больше меня ободрила. Статья про распределенные вычисления. Не знаю, знаете ли вы, что это такое. Наверное, каждый из нас слышал, или многие из нас слышали, что есть в мире такие суперкомпьютеры. Очень мощные компьютеры, которые производят вычисления, те, которые не могут сделать обычные компьютеры. Эти суперкомпьютеры строят корпорации, строят страны, они стоят очень много денег. Есть рейтинг, называется топ-500, топ-100 этих компьютеров. Есть альтернативная сеть, называется Folding Home. Сеть распределенных вычислений, когда много людей со своими персональными компьютерами объединяются через интернет для вычисления определенных задач. Это задача, которая очень крупная и очень большая. Она разбивается специальным алгоритмом на кусочки, рассылается на компьютеры этих людей, и там она обрабатывается по частям, а потом собирается вместе. И вот буквально недавно эта сеть Folding Home по своей вычислительной способности и мощности превысила мощность топ-500 всех компьютеров, суперкомпьютеров, которые есть в мире. Всех суперкомпьютеров топ-500, которые входят в этот топ. К сведению, самый мощный этот компьютер в этом топе, американский компьютер, он стоит больше 200 миллионов долларов. Все эти 500 машин стоят неимоверную астрономическую сумму. Но мне было интересно, сколько же людей входит в эту сеть Folding Home. Она объединяет с собой всего лишь около 2 миллионов человек. Знаете, для меня это было очень серьезным таким знамением, доказателем. 2 миллиона человек, которые добровольно объединили свои усилия и свои мощности, которые у них были, и весь остальной мир. Который обеспечен финансами, который обеспечен какими-то научным прогрессом, который финансируют корпорации, финансируют государства, которые вкладывают неимоверные суммы на то, чтобы строить эти компьютеры, чтобы иметь какие-то вычисления, иметь какой-то результат в результате того, что они построят. Но 2 миллиона человек объединились, и они стали мощнее и сильнее, и вычислительнее, чем все эти топ-500 компьютеров, которые есть. Коллективная молитва очень сильна. Если у нас не хватает силы на то, чтобы сделать изменения в своей жизни своей собственной молитвой, одиночной молитвой, у нас есть братья и сестры, у нас есть родные и близкие, у нас есть друзья, с которыми мы можем прийти, с которыми мы можем разделить свою нужду, с которыми мы можем вместе помолиться. Эта молитва будет услышана Господом. В Новом Завете есть два примера молитвы, по которой поколебалась земля. Это еще один пример глобального воздействия. Когда написано, что поколебалась земля, это как бы не особо понимается, не особо внушается. Но когда читаешь какие-то исторические трактовки библейских знамений, библейских событий, то написано, что поколебалась земля, это было землетрясение. Причем такое землетрясение, которое было отмечено в хрониках. Одно из этих землетрясений было в тот момент, когда молились ученики Христа после того, как отпустили Петра из Синендриона, когда он рассказал, какие великие чудеса Господь явил. Деяния 4 глава, 24 стих и 31. Они же, выслушав единодушно, возвысили голос к Богу. И по молитве их поколебалось место, где они были собраны. И исполнились все Духа Святого и говорили Слово Божие с дерзновением. Там не написано, сколько этих учеников было. Это уже было после того, как ученики возвещали Слово Господь. В день Пятидесятницы покаялись три тысячи человек и пять тысяч человек. Но я сильно сомневаюсь, что все эти тысячи человек были собраны в одном небольшом доме, куда пришел потом Петр после того, как его отпустили. Нет, там было какое-то ограниченное количество человек. Но написано, что они были единодушно вместе, в одном духе. И они возвысили голос к Богу. И по их молитве поколебалось место. Еще один пример, когда Павла из силы посадили в темницу. Это то же самое книга «Деяния», 16 глава, 25-26 стих. «Около полуночи Павел из сила, молясь, воспевали Бога. Узники же слушали их. И вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебалось основание темницы. То часто творились все двери, и у всех узы ослабели». Одно действие по причине многоголосой молитвы и объединения людей. И похоже, такое же действие, которое прошло землетрясение, которое отмечено в исторических аналах. И это всего лишь результат пения двух людей. Два человека возвысили свой голос к Господу. Они пребывали в спокойствии и в мире. Они пребывали в объединении с Богом. И остальные написано «слушали их». И по их пению, и по их молитве поколебалось место, и узы у всех ослабли. Два человека, либо 20, 40, 30 человек. Для Господа нету значения, но есть значение для нас. Если бывает, что не хватает силы, если бывает, что уже ослабеваешь, думаешь, что уже все, больше нету сил, больше я ничего не могу сделать, вспомни об Ильи. Но все считают, что я не Илья, и я не могу ничего сделать. Вспомни о братьях и сестрах, которые могут тебя поддержать, которые могут объединиться в одной молитве, которые могут укрепиться, и эта молитва будет услышана Господом. Это будет какая-то сеть распределенных вычислений, когда каждый из нас не видит общего результата, но когда все вместе мы видим результат нашей коллективной молитвы. И хотя, знаете, не встречается потом в Новом Завете и потом последствий каких-то явных чудес, когда один человек встал и укращает бури, или один человек встал, помолился и пошел дождь, но есть много примеров, когда по молитве церкви, когда была засуха, появлялся дождь, когда были какие-то стихийные бедствия, они прекращались, потому что церковь молилась. И какова удельный вес молитвы каждого человека в этой церкви? Сколько сделал один человек или два человека или три человека, мы не знаем. Но мы знаем, что все вместе они пребывали единодушно в молитве, и эта молитва была услышана Господом. И эта молитва была небезразлична Господу, и Он совершил дела, угодные Ему. И к чему я это говорю, если возвращаясь первоначально, когда я размышлял о том, что я ничего не могу поменять, у меня есть моя страна, я ни на что не влияю, я ничтожный человек. Но у нас есть силы молитвы. Хорошее у нас начинание есть молиться по районам каждый день, чтобы молиться за власть, молиться за медиков, молиться за людей, которые подвержены этой болезни, за все остальные нужды, за которые мы согласились молиться. Это хорошее начинание. Я знаю, что оно угодно Господу, и что его результат будет. Возможно, мы не увидим его сейчас и явно. Но я точно знаю, что эти молитвы не напрасны перед Господом. Знаете, есть такая расхожая поговорка, что каждый народ заслуживает свою власть. И эту фразу приписывают, гуляют по миру уже не один век. Эту фразу кому только не приписывают. И Сократу, и графу Деместру, и Карамзину, и философу Ильину. Но самое главное, ее приписывают Библией. Чуть ли не дословно говорят, что это есть место в Библии, но такого места в Библии я не нашел. В Библии единственное место про власть, которое похоже по смыслу. Это Римлянам 13 глава, 1 стих. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога, существующие же власти от Бога установлены». Существующие же власти от Бога установлены. Бывает, ты смотришь в этот мир, бывает, ты смотришь на управление, бывает, закрадывается какое-то осуждение в сердце, что не есть правильное. Но в то же самое время должен понимать, что существующие власти от Бога установлены. Знаете, я очень сильно сомневаюсь, что если есть народ богобоязненный, которым каждый знает Бога, который не нужно наставлять, который каждый знает, что такое Господь, который каждый знает, что такое вера, который каждому знает, что такое молитва, и каждый знает, что такое грех и не грешит, у этого народа будет благочестивый правитель. Но знаете, недавно у меня был разговор с соседом моим, довольно-таки интересный. Я вкручиваю у нас в подъезде, периодически выкручивают лампочки. Я вкручиваю периодически лампочки, их снова бывает выкручивают. Последняя лампочка у меня простояла почти месяц совсем, по-моему, я вкрутил энергосберегающую. Стояла, но тут ее в очередной раз снова выкрутили. Простроил себя, конечно. Я тут встретил соседа, который говорит, вот какие же у нас люди нехорошие, вот нужно им это, вот взяли и выкрутили. Мы такие, ну да, ну бывает, ну такие люди. Вот соседка говорит, меня попросила вкрутить хорошую энергосберегающую лампочку, но я сказал ей, типа нет, не нужно это, я возьму с работы другую лампочку, обычную вкручу и вкручу ее, чтобы не было жалко. Хотя для меня это был такой явный, там смешной показатель. Только что мы говорили, что какие люди все плохие, вот воры, выкручивают лампочки. В то же самое время он говорит, да, все такие, но вот я с работы возьму другую лампочку и вкручу ее. На ровном месте, три секунды прошло от одного тезиса до другого тезиса. И человек абсолютно не заметил никакого диссонанса в своих словах. Для него это было абсолютно нормально. Вы знаете, это был неверующий человек, который не знает Бога. Но в то же самое время подобные ситуации могут быть и в жизни нас, в жизни верующих людей. Согласно Википедии, наше объединение УЦХВЕ имеет 374 тысячи прихожан или 113 тысяч членов церкви. Точно не знаю, на какую дату эти данные приведены, но будем их считать. 113 тысяч членов церкви в Украине, нашего объединения пятидесятников. Вроде это и много, вроде бы целый город, знаете, такой небольшой. Такой небольшой областной центр, очень небольшой, либо среднеоригиональный город. Но в расчете на все население Украины, на каждого члена церкви приходится порядка 330 человек. Это уже довольно-таки много. И когда ты думаешь, на кого-то можешь повлиять, там 10, 20, 30 человек, это еще вполне как потерпимо. Но 330 человек, это уже внушительно. И снова могут опуститься руки. Ну, знаете, кроме нашего союза, есть еще много других союзов христиан в нашей стране. Как ортодоксальных, православных, так и протестантов. Баптисты, неинвестированные пятидесятники, адвентисты, еще какие-то. То есть очень-очень много. Когда я открывал список религиозных организаций, нужно было страницу прокручивать, потому что это был довольно внушительный список. И если взять всех протестантов, всех христиан, которые не просто прихожане, а именно члены церкви, которые знают о Боге, всяких объединить и распределить на всех жителей Украины, получится уже совершенно другая цифра. Это от 20 до 50 человек на одного христианина. Я вам скажу, что это уже немножко другие цифры, другое количество. И когда тебе говорят, что ты должен повлиять на 300 человек, у тебя могут опуститься руки, но когда тебе говорят, что ты можешь повлиять на 20 человек, ты должен повлиять на 20 человек. Это совершенно другие цифры. Это те люди, с кем ты имеешь дело каждый день. Это те люди, с кем ты разговариваешь, кого ты встречаешь каждый день. Твои родные, твои близкие, твои коллеги, твои попутчики, твои соседи. 20 человек – это абсолютно немного. Но что видят эти люди в нас? Написано, чтобы мы были письмом читаемы, чтобы каждый в нас видел Христа. Но можем ли мы сказать, что в каждый момент люди этого мира видят Христа в нас? К великому сожалению, не все мы и не всегда являемся этим добрым примером, каким должны являться. Знаете, очень такая неприятная фраза, но один человек, неверующий, мне сказал, что таких лицемеров, как христиан, он не видел. У них в книге написано одно, а делают они совершенно другое. Но в то же самое время этот человек признавал, что да, есть христиане, которые действительно таковы, но их очень мало. Но видите, от каждого из нас зависит то, что люди в нас видят. И это в первую очередь, это не милостыня какая-то, не благотворительность, это не какие-то реабилитационные центры, это не ожидание каких-то чудес от нас, что мы будем какие-то чудодейства делать, грозы останавливать и дожди вызывать. Абсолютно не это люди в нас видят каждый день. В первую очередь люди в нас видят наше ежедневное поведение, соблюдение законов, то, как мы себя ведем. Знаете, я подумал, что если бы все 113 тысяч человек ездили по городу 50 км в час и не больше, потому что такое есть закон, такие правила дорожного движения, это было бы заметно. Недавно, так как недавно, я видел машину одной корпорации, на которой написано, что эта машина принадлежит такой-то корпорации. Если вы видите, что ее водитель нарушает правила дорожного движения, сообщите нам. Думал, что это была бы очень хорошая инициатива, если бы у всех христиан была не просто какая-то там рыбка или какой-то там символ на багажнике наклеен, а если была бы наклейка, я верующий, я соблюдаю ПДД. И он соблюдает полностью ПДД не потому, что боится штрафа, не потому, что его за это могут наказать, а потому, что страх Божий есть в его сердце. Это было бы заметно, я вам скажу. Знаете, когда я ездил в Европе, на машине там все соблюдают правила дорожного движения. Только потому, что все боятся штрафов. Я боялся штрафов, я соблюдал. Но у нас физически больно прямо ездить 50 км в час, когда все вокруг гоняют и не соблюдают эти правила. И ты понимаешь, что и ты так же самым можешь сделать, и тебе за это ничто не будет. Но очень такая хорошая аналогия прошла в моем сердце. Это то же самое, что ходить перед Господом в этом мире. Если все делают какой-то грех, а ты его не делаешь, ты ощущаешь себя белой вороной. Если все делают какой-то грех, а ты его не делаешь, тебе сложно оставаться таким, каким ты есть. И только если в сердце твоем есть вера, только если в сердце твоем есть твердое упование на Господа, ты можешь это сделать. Только если сердце твое вполне предано Господу, ты можешь каждый день соблюдать себя в чистоте от греха. Знаете, вот этим примером с автомобилями, это был бы очень хороший пример. В общем, многие люди замечают, что христиане не платят налогов. Многие уезжают на заработки, многие какие-то организовывают, как-то еще что-то делают. Но даже мысли не приходят заплатить налог. Я вам скажу честно, довольно долго я в моей семье думал, как же поступить, как же решить эту ситуацию, пока мы с женой не согласились, не решили, что зарегистрируем предпринимателя, и будем официально декларировать все доходы, которые не задекларированы, либо зарплата в конверте, либо еще какие-то способы, как получаются деньги. Будем платить с них налоги официально. Если мы выделяем десятину для Господа, почему мы не можем выделить меньший процент для государства, если написано «Кесарю Кесарева, а Богу Божию». Знаете, очень сложно переходить дорогу на зеленый свет, а не на красный, когда вокруг никого, когда машин нету, когда дорога небольшая, людей нету, никто тебя не видит. Но ты знаешь, что Бог тебя видит. Ты знаешь, что кто-то где-то, возможно, будет увидеть твое хождение, увидит, как ты нарушил или не нарушил. Возможно, кто-то увидит, что ты стоишь на пустой дороге и ждешь, пока тебе загорится зеленый свет, и не переходишь, и подумает, а что этот человек делает? Возможно, я так буду делать дальше. Наша жизнь, она является ярким светильником. Она должна быть ярким светильником для всех окружающих людей. Можно много молиться о том, что Бог спас весь мир. Можно много молиться о том, что Бог сделал великие чудеса, чтобы Бог исцелял людей, чтобы Бог менял сердца людей. Но если наше собственное сердце не будет изменено, это все будет напрасно. Дополосит нас Господь, чтобы наши руки не опускались, чтобы в первую очередь мы понимали, что наша личная жизнь, она является тем критерием, на который смотрят остальные люди. Не наши слова, которые мы говорим, не наша какая-то благотворительность, не то, сколько мы уделяем каких-то сил для других людей, а то, как мы лично поступаем, то, как мы ведем себя в повседневной жизни, то, как мы молимся, то, как мы выглядим, то, как мы общаемся. На это все смотрят люди этого мира. Возможно, нам этого не говорят, но отмечают в своих сердцах. Дополосит нас Господь, дабы это понимание было в наших сердцах. Дополосит нас Господь, дабы наши руки не ослабевали, не ослабевали в молитвах, дабы не было этого уныния в наших сердцах, когда вот мы ничего не можем поменять. Вот я не Илия, и моя молитва ничтожна перед Господом. Нет, не так. Твоя и моя молитва, они важны перед Господом. Особенно, когда мы объединяемся воедино, особенно, когда мы почищаемся, приближаемся к Господу. И наше желание, желание из наших сердец есть то, чтобы Господь услышал наши молитвы. Их результат был в жизни, когда Господь соделает свои дела. Да благослови нас Господь на этом. Аминь.